Горячая пора 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 искусственное лесовосстановление, но в зависимости от размера вот этих гарей, тоже может идти естественный процесс восстановления леса и искусственный. Чаще всего на гарях малых площадей, а малые площади гарей, ну это в зависимости опять от ряда факторов, лесорастительные условия, аэрографические какие-то факторы, рельеф и так далее местности, то это десятки гектар, а вот сотни тысяч гектар, что мы наблюдаем в последние, в этот период лесных пожаров в этом году, в прошлом году, сотни десятки тысяч гектар, то, конечно, говорить о естественном лесовосстановлении не приходится. В таком случае создаются лесные культуры, то есть производится посадка, искусственным способом, который называется искусственное лесовосстановление, а различным посадочным материалом. Ну это отдельное. А какие виды деревьев используют? Вот если, например, по такому алгоритму, как я, например, думаю, если хвойный лес горел, то значит высаживаем хвойные деревья или по другому принципу? Ну вот если мы говорим о лесовосстановлении, то само понятие восстановления мы восстанавливаем ранее существующие насаждения на данном участке как раз посадкой именно тех древесных пород коренных, которые были в составе древостоя до пожара. То есть, по сути, мы формируем идентичное насаждение, то, которое было до этих лесных пожаров на данной территории. Но с единственным условием, конечно, коренные – это те древесные породы, которые произрастали на данном участке и являются основными лесообразующими породами. Чаще всего так. А вот если мы возобновляем лес, ну, искусственно тоже это можно создавать, то это можно проводить другими древесными породами лесообразующими, но не коренными. Вот чаще всего, конечно, лесовосстановление производится в Тюменской области двумя породами. Лесообразующими коренными древесными породами для каких-то конкретных участков. Это береза и сосна. И в большинстве случаев лесные культуры, нагарях создаются вот как раз из посадочного материала сосны обыкновенной. Чаще всего на питомниках размножают, выращивают как раз посадочный материал сосны обыкновенной. Ну и главный, наверное, вопрос – сколько лет нужно на восстановление леса? Вы знаете, сроки здесь, они, конечно, условны. Почему условные? Что мы подразумеваем под лесом, под восстановлением леса и формированием его на вот таких резко измененных экологических условиях? Агарь – это резко измененная экологическая среда. Так вот, нам мало вырастить древостой. Вот в понятие леса входят еще и все компоненты насаждения. И выполнение этим лесом максимально экологических функций, средозащитных, климаторегулирующих, почвозащитных и так далее. Вот если в этом понятии леса, формирование и восстановление его, то, конечно, это может происходить в пределах довольно-таки большого временного промежутка. От 50 до 150 лет. Опять же, в зависимости от очень многих факторов. На мой обывательский взгляд, я не эксперт в области биологии и экологии. Мне кажется, после пожаров нужно говорить о последствиях не только флоры, но и фауны. Вот меняется ли как-то биосистема, экосистема лесов? Безусловно. Но вот если опять говорить про лесную зону, безусловно, это охотничья фауна. И здесь примеров можно приводить очень много. Даже можно позволить, наверное, себе вспомнить и Великую Отечественную войну, когда в западных регионах нашей страны шли боевые действия, там все горело, да, и что все это, часть их гибла на месте, а остальная часть популяции, вот то, что мы называем охотничьей фауны, они перемещались в том числе и в Сибирь. Вот. Но здесь еще очень, я думаю, вот для сельхозтоваропроизводителей будет интересно обратить внимание на, так сказать, лесной зону, если мы переместимся мысленно в лесостепную зону, так называемую колочную лесостепь, вроде бы среди полей вот они такие небольшие, вот колки. Мы часто ведь даже и недооцениваем ихнюю роль, да, но ведь это, значит, сосредоточение так называемой полезной энтомофауны, которые помогают нам бороться, значит, с различными видами вредителей, насекомых и так далее. При пожаре, естественно, что мы их своими руками, как говорится, уничтожаем, и приходится что увеличивать траты на химические всевозможные обработки. Вот. И даже вспомните вот того же популяцию зайцев. Значит, они ведь и в больших лесах не живут. Вот, с одной стороны, мы говорим, да, вот они, вроде бы, человека боятся, но без нас они же и живут рядом с нами, недалеко. А в результате этой химии и пожаров, и что на сегодня во многих местах вообще трудно увидеть след зайца. 90% популяции зайцев сегодня обитает на крайнем севере, там, где вот этих меньше действий, факторов. Но если мы с пожарами бороться не будем, то оно, по сути, во многом приняло такой уже крупномасштабный характер. Что здесь с восстановлением? Как помочь? Вы понимаете, что с точки зрения существа восстановить то, что было до пожара, невозможно. Вот по программе магистратуры, я тоже говорю, ребята, ну вот как бы мы ни старались, как бы уж ни старались, какие технологии ни применяли, но восстановить нарушенную природную экосистему более чем на 90% мы не в состоянии. С нами сегодня на связи также координатор проекта «Посади лес. Движение ЭКО». Приветствую. Расскажите на своем опыте, как на практике происходит восстановление лесов с помощью волонтеров. В России восстановление лесов идет на нескольких уровнях. Это государственный уровень, и в рамках госзаказа восстанавливается огромное количество гектаров леса. Второе – это арендаторы, которые по своим обязательствам должны восстанавливать леса. И третье – это в рамках таких проектов, как наш, это леса, пострадавшие от каких-то природных катаклизмов. И мы специально ищем такие места и просим лесников в министерстве нам их выделять. Какие деревья высаживаете? Это из питомника? Подросшие сеянцы? Их специально выращивают? По всей России мы сажаем 15 видов разных деревьев в зависимости от региона. И мы специально выращиваются в питомниках, и мы просто эти саженцы закупаем. Проект «Посади лес» действует, я знаю, по всей России. Вот в каких регионах выезжают ваши волонтеры на посадки, где уже проходили работы? Восстановление лесов у нас идет в 52 регионах России в рамках нашего проекта. Выезжаем на посадки – это в осенний сезон и в весенний сезон. Как раз сейчас у нас идет активный сезон посадок, и мы все в разъездах. Кто и как может присоединиться к проекту? Присоединиться может любой желающий, житель того или иного поселка, возле которого мы сажаем, или мегаполиса. Добро пожаловать! Есть и ближе к нам в Тюменской области, в Тюмени непосредственно неравнодушные. Вот почему решили заняться волонтерством в сфере восстановления лесов? О своем опыте расскажите. Добрый день! С 2014 года я занимаюсь волонтерской деятельностью, но занимаюсь не в Тюменской области, а в Республике Саха-Якутия. С 2015 года являлась председателем Совета молодежи и активно развивала молодежную политику. В рамках молодежной политики было организовано более 200 экологических мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, на озеленение, на восстановительные работы лесов, пострадавших в результате пожаров. А также это были экологические и детские мероприятия, направленные на экологическое воспитание и образование подрастающего будущего поколения. С 2020 года начала активную деятельность в Тюменской области. В 2020 году было организовано участие в Тюменской области, на территории Тюменской области, Иркутской области, Республике Коми, участие в экологической, во всероссийской экологической акции «Зеленая весна». По результатам участия мы получили сертификат на 20 саженцев, которые были высажены на аллее буровиков совместно с сотрудниками департамента лесничества и сотрудниками администрации Тюменской области. А куда уже выезжали на посадки? В 2021 году активную акцию – это посади лес и лес памяти. По озеленению и восстановлению лесов, пострадавших в результате пожаров, на территории Тюменского и Вензилийского лесничества было посажено более тысячи саженцев деревьев вместе с общественностью. В общем, насчитывало около 70 тысяч высаженных саженцев в то мероприятие. Ну что ж, время эфира, к сожалению, ограничено. Спасибо всем, что присоединились сегодня к разговору. Еще больше актуальной информации, как всегда, в нашем телеграм-канале. Присоединиться можно по QR-коду, который сейчас на ваших экранах. Ну а это была программа «Пять». Я Ксения Антропова. До встречи ровно через неделю. Продолжение следует...